Всем привет! Сегодня я расскажу про клавиатуру 8-Bit-Do, которая появилась у меня. Да и не только она, благодаря моему старому другу. Спасибо ему огромное за такой замечательный подарок. Вот моя текущая клавиатура. Это механика, на которой я, собственно, всё и делаю. Я на ней заменил колпачки, кейкапы они называются. И кто слушает мои эфиры и подкасты, тот знает, что я давно говорил о том, что вот бы клавиатуру, но без цифрового блока. Я очень люблю клавиатуру с цифровым блоком. Для меня это стандарт нормальной клавиатуры. Такая раскладка из цифрового блока, чтобы был. Но мне всё хотелось попробовать. Но всё, как говорится, это не до этого было. Сами знаете, то на одно надо деньги, то на другое. И это всё так, все эти хотелки мимо проходят, проходят и проходят. Хотелось попробовать без цифрового блока. Вот она без цифрового блока. Кстати, да, как звучит эта клавиатура. Сейчас поближе сделаю звук. Как можете слышать, звук отличается в лучшую сторону вот этого. Хотя любители клавиатур, которые занимаются ими профессионально, коллекционируют, они скажут, что, конечно, всё это кнопки фигня, всё фигня, вот лучше там дорогую купить. Но клавиатуры, знаете, они стоят немало, в том числе механически особенно. И вот эта клавиатура, я уже посмотрел, ну я и помнил примерно, сколько она стоила. Она стоит в районе где-то, наверное, от 6 до 8, в зависимости от того, где вы приобретаете. Ну, ещё можно и дешевле найти. В России, наверное, она будет с русскими клавишами. Вот. Ну, я... Мне всё равно, будут ли тут клавиши какие-то ещё. Мне достаточно английской раскладки. Я, в принципе, нахожу, где какая клавиша, мне это не важно. Давайте с коробки начнём. Она тут просто офигенно шедевральная, тоже большая, классная. Вот. В комплекте идёт вот такой вот ещё манипулятор с кнопками А и Б. Это... Я вот не помню. У нас же... Там что было в 90-х Денди, только таких всяких штук не было. Это какая-то нинтендовская штука, наверняка отсылка куда-то туда. Но я ещё почему её, когда увидел, вспомнил отсылку к мему, где чувак стоит с двумя красными кнопками и вытирает пот. Если найду, я вставлю картинку. В общем, что? 87 клавиш. Выбор. Смотрите, есть 2.4, есть Bluetooth, есть USB. Можете через что угодно подключать. Механические клавиши, программируемые клавиши. Вот их две тут, да. И вот эти, кстати, тоже программируемые. Габаритные размеры. Литий встроенный. Ну, для меня, конечно, это отчасти минус. Ну, как говорится, Даленому коню в зубы не смотрит, поэтому радуюсь. И вот вообще, вот такая вот штука. Это версия N-Edition. Весит она 270 грамм. Хотя вот, когда её берёшь в руки, кажется, тяжелее кажется. Кабель 1,8 метра. Так, а сколько аккумулятор, насколько, непонятно, да? Ну, то, что Литий тут встроенный, это да. Так, что ещё тут есть интересного? На коробочке? Я больше, по-моему, ничего нету. Она очень плотная, классная. Да, меня что удивило? Такие вот проставочки приклеены, чтобы она там не болталась. В общем, прям всё серьёзно так. Прям, ну, как бы да. Да, я, ну, опять же, когда бы я себе такую купил? Ну, я на неё метился, честно говоря. На мой взгляд, вот из всех клавиатур, которые бы я хотел, механические, без цифрового блока, но нейм, ну, такой не суперизвестный но нейм китайский, стоит не сильно дешевле, чем вот эта 8-Bit-Do. Я, возможно, ну, на неё и метил. Я про неё в последнее время говорил. Здесь, что у нас тут? Быстрые клавиши, смотрите, вдруг вы не знали. Быстренько нажали Alt-F4 и закрыли всё. А вдруг вы не знали. Ну, прикольно, слушайте, табличка-то прикольная. Нажмите 5 секунд, подключите туда. Это не для наушников. Да, тут сейчас разъёмы, всё, я покажу. Потом вот такие вот наклейки. Это наклейки на вот этот отдельный блок клавиш. Здесь инструкция и кабель. Ну, просто если нужен кабель, инструкция, вот такая вот инструкция. Опять же, я не знаю, нужна ли клавиатура, ну, в смысле инструкция для клавиатуры. Ну, если что, она тут есть, в принципе. Вот, вот это вот, вот эти кнопки, они прикольные. Я думал, они отдельно вообще почему-то. Почему-то я думал, что они отдельно продаются. Они, оказывается, в комплекте идут. Вот, смотрите. Звук. Немного дребезжащий, но тут дело в том, что стоят такие же переключатели, как и на клавиатуре. Вот они. А, нет, не такие, прошу прощения. Я что-то думал, такие. Здесь стоит гейтерон. Какой-то гейтерон здесь стоит. Всё смазано. О, о, всё улетело. Как там было? Две минуты спустя, да? Вот, всё пришло смазанным здесь, смотрите. Вон, куча силикона. Всё, чтобы тут скользило, летало. Так, удивительно. А её надо как-то ставить по-особому? А, ну да, вот так я её не поставлю, потому что здесь направляющие, а они с этой стороны. Так что, видимо, вот так надо ставить. Да. Ну, с этой стороны, я думаю, с этой стороны я вытащил даже с кнопкой. Да, кнопки вынимаемые. О, хорошо сидит. Ну, это тот же гейтерон зелёный. Вот, если что, вон. Как удобно, можем сейчас посмотреть. Видите, контактная группа, вон она. Вот она, кнопочка. Ставим назад всё это счастье. В общем, всё это разбирается. Резиновая, вот эта штука, это резина. Я надеюсь, она не будет терять пластификатор. То есть, её со стола сдвинуть нереально. Это прям вот... Их можно запрограммировать на какие-то макросы, ещё на что-то. И подключается это всё сзади вот сюда. Вот сюда подключается тут A, B, X, Y разъёмы. И куда-то вот из этих она подключается. Либо сюда, либо сюда, либо сюда, либо сюда. В общем, я думаю, сути не важно. Хотя аксессуаров здесь много. Есть вот такие вот. Есть, по-моему, джойстик есть. Вот такой вот свисток. Он идёт вот здесь. Если вы будете от клавиатуры использовать, то он будет у вас лежать здесь. Здесь он просто магнитится там внутри. Видите, вот это белое. Это неодимовый магнит. Я её вот отпускаю. Смотрите. Чуть-чуть сейчас. Хоп! Примагнитился. Вот такая вот шляпа, да. Казалось бы, ну, совсем уж мелочь. Но, тем не менее, она есть. Сама клавиатура увесистая. Хоть там написано 207 грамм, по ощущениям, больше. Где она разбирается, не знаю. Может быть, под этими ножками скрыто всё раскручивать. Её не хочу. Не просите. Я думаю, что на YouTube наверняка есть видео, где её раскручивают. Пока не хочу ничего разбирать. Мне всё дико нравится. Она, конечно, да, возвращает. Дизайн у неё, естественно, как у Nintendo. Дизайн. Но у этих клавиатур есть ещё другой дизайн. И я про них, про этот другой дизайн, не так уж много и говорил. Поэтому, что нашёл, то нашёл. К нему претензий никаких нет. Я дико доволен. Охрененный подарок. Но, рассказываю. Гештальт когда-нибудь о своей закрой, я надеюсь. Есть в других исполнениях. Ещё в двух исполнениях. С чёрными клавишами. Это божественно. Вообще, просто невероятно круто выглядит. И такая вот ретро-классика. Я постараюсь вставить картинки сейчас. И вы их посмотрите. Регулятор громкости. Он бесконечно крутящийся. Но он... Волкодер этот, он такой, с шагом. То есть, имеется небольшой шаг, что приятно очень тактильно. Они могли бы его не делать. Но этот шаг, он чувствуется. И он есть. Кнопка... Точнее, не кнопка. Переключатель включения-выключения. Либо Bluetooth. Либо 2.4. Либо OFF. А когда я распаковал, она была включена на 2.4 Bluetooth. Вот. Ну, понятное дело, надо было проверить. Теперь отправка эта вдруг бы не работала. Вот. И её, видимо, проверил человек. И потом запаковал. Ну, не выключил. Ну, ничего страшного не произошло. Потому что это... У неё автоотключение. Потом, смотрите, вот на этот рубин. Когда я включу здесь, он загорится. Это светодиод, который светится. Просто 5-дюймовый светодиод. Такой красненький. Это прикольно. Это тоже индикаторы. Они светятся белым. Это, соответственно, CAP LOCKS и SCROLL LOCK. NUM LOCKS здесь нет. Но, тем не менее, да, вот. POWER сделали вот прям вот так вот. В целом, расцветка, да. Похоже. Всё. Цвета на тот же Nintendo. Не хватает места для ручки. Ну, как бы, место есть. Чё бы не сделать углубление. Было бы вообще супер. Вот это прям то, что раньше было на клавиатурах. Ну, не на таких прям. Но всё-таки то, что не хватает сейчас, это вот этого. Так, по клавишам, по кнопкам и клавишам достаю всё руками. Хотя, есть же, блин, есть же где-то у меня доставалка эта. Сейчас откуда-нибудь вытащу. О, сильно же. Так. Здесь стоят свечи. Какие? Не вижу надписи. А, нет, вижу надписи. Каиловские свечи здесь стоят. Вот такая штука. Каиловские свечи. Здесь... Они смазаны, ё-моё. Нифига себе. Металлические... Металлическое шасси, насколько я понял, используется. И на нём всё это сделано. Ну, видимо, там алюминий какой-нибудь или ещё что-нибудь. Пробел. Давайте посмотрим, как пробел сделан. Ну, обычно... Да, блин. Обычно мне легче удаётся всё это достать. Вот. Ну, так же. Каиловская кнопка. Тут какая-то, я не знаю, что это. Шумка какая-то даже. Или что это? Ну, это мягкий материал, демпфирующий. Хо-хо. Прикольно. Так, как оно было? А, в общем-то, наверное, неважно. Всё. Пробел чуть громче звучит. Сейчас ещё раз. Но, тем не менее, он прекрасен. Здесь есть функциональные клавиши различные. Можно забиндить макрос готовый. Ну, то есть, заменить одну клавишу на другую, извините. А вот тут даже краткая инструкция, да? Нажмите полсекунды, там заморгало. Потом выберите либо комбинацию, либо клавишу, да? И перенесите там её на кнопку, и всё. Можно использовать софт. Софт мне не очень понравился. Он работает. Всё нормально. Он обновляется. Кстати, перед тем, как включить софт, отключите обновление у него, да? Чтобы вам что-то раньше времени не обновилось, а то вдруг там что-нибудь не так будет. А потом уже сами решите, обновлять или не обновлять. То есть, не подключайте клавиатуру, пока не выключите обновление у софта. Иначе он автоматически скачает, предложит обновить саму клавиатуру и всё прочее. В клавиатуре есть память, вот это включение вот этих макросов. Вот видите, она светится. Я уже забиндил нужные клавиши. Вот всё. Она остаётся в клавиатуре непосредственно. Вы её можете подключать дальше к чему угодно. Вот эти две клавиши, то есть макросы, да, которые вы на них поставите. Или на все дополнительные, которые есть, которые вы сюда вот подключите. Вот так вот, да? Наушники сюда не подключайте. Естественно, вот так вот вы их просто подключите и всё. Вот. В общем, записываются во внутреннюю память. И дальше ничего делать не надо. Подключайте к чему угодно, оно останется там. Но мне софт немного не понравился. Может быть, это версия такая. Я подожду, когда какая-нибудь следующая выйдет. Он что-то то подтормаживает, то как-то ведёт себя странно. В общем, я немного не понял. Пробовал я его на Windows. Вот. Может быть, мне так повезло. Если я не ошибаюсь, софт есть и под телефон. Он, ну, я на него не пробовал. Многие эту клавиатуру, знаете, рассматривают, как именно клавиатуру для игр какую-то. Там. Для игр есть вот геймпады 8bit 2, и они прекрасны. Эта клавиатура, она стилизована в стиле Nintendo. Но это просто клавиатура. Забавная штука. Кстати, есть мышка. Есть мышка даже у них. Ну, мышка, я не знаю, как там, чего она. Ну, в плане там, габаритов, размеров. Но я к тому, что есть мышку, я не хотел. Поэтому и не говорил про неё, потому что, мне кажется, она немного странная. А вот клавиатура, вот сейчас вот вам говорю, общие впечатления мои я уже несколько дней делаю. Меня уже человек спрашивает, ну, чё, ну, как? Я говорю, ну, всё супер, он, хочу видео. Ну, давайте, мои видео длинные, как вы знаете. Клавиатура по ощущениям, ну, очень приятная. Ну, знаете, у меня как? У меня вот две клавиатуры, одна мембранная, одна механическая, которыми я пользуюсь постоянно. И я их меняю периодичностью, там, раз в полгода. И постоянно новые ощущения, как будто вот всё по-новому, и печатается лучше, и ощущения другие. Так и здесь. Я понимаю, что часть ощущений, то, что вау, эффект этот, просто потому, что она другая и прикольно становится. Эти клавиши я забиндил, вот эта клавиша меню сделал. Хотя эта клавиша меню не заменяет полностью то меню, которое вот есть на клавиатурах. А эту вы можете сделать что угодно. Там тоже ваше дело. Вот такая штука. Ни подсветок, ничего, каких-то клавиш, тут такого ничего нет. Оно тут, в принципе, и лишнее будет, наверное. Ещё из приятного. С подарком пришёл ещё подарок. Я им не пользовался, потому что, я думаю, я попробую без него. Но вот я его открываю, собственно, второй раз перед вами специально. Это вот такой коврик, смотрите. M-Edition. Они, видимо, разные ещё бывают. Вот его там габариты. 360, 75 на 20. Это мягкий коврик. Вот эту, если штуку снять, он приклеится к столу прям намертво. Ну, в смысле, здесь такая же резиновая штука, как и здесь. Он не скользит. Вот такая вот штука. Это такой силиконовый мягкий коврик. Ну, так-то поприятнее. Печатать с ковриком. То, что он у меня ездит. А это код, да? Это код Nintendo, наверное, какой-нибудь. Вверх-вверх и вниз. Код... Konami код или нет? Я не помню просто. Тут ничего, всё нормально. Приятненький такой вот этот. Пат под руки. Если много печатать, достаете его, бросаете. Хоп. И всё. И начинаете работать. Этот... Большой бэкспейс. Длинный узкий энтер. Здесь прям всё, как мне нравится. Чуть-чуть громковат может быть пробел относительно всех других клавиш. Но ничего не поделаешь. По поводу громкости. Моя та клавиатура механическая, она ещё громче. Но мне, опять же, не важно. Есть люди, которым важно, чтобы она тихо работала. Ход кнопок и всего прочего. Но здесь, я так понимаю, что вы в случае чего можете это всё заменить на что угодно. Я имею в виду кнопки, по-моему, тоже. Здесь всё вынимается, всё вытаскивается. При желании можно всё это заменить. А, по цене я говорил, да? Что клавиатуры, которые прям вот брендовые, они стоят 15-20-25. Ну, это не супер прям, ну, так вот. Такая у них стоимость. Это механика с хорошими клавишами, как вот любят говорить. Дело вкуса, на самом деле. Кому какие клавиши. Мне вот эти нравятся. Ну, можно сказать, ты слаще редьки ничего не едал. Поэтому откуда ты знаешь. Мне и та нравится, и эта нравится. Нажатие. Здесь они немного другие, что ли, такие более мягкие. Но у них как будто бы больший ход. Но это мне, опять же, может, кажется. Давал попробовать всем, кому мог, да? Чтобы они как бы сравнили, как вот. Ну, людям первое, что говорят. Ой, где буквы, куда нажимать, где русские буквы. Я говорю, ясно, понятно. На кнопочку нажми, как она. Ну, кнопочка, как кнопочка. Так что, если вы никогда не пользовались механикой, сразу покупать супердорогую, может быть, и вам и не стоит. Может быть, стоит посмотреть на что-то дешевле. Кстати, что-то... Это беспроводная клавиатура. Еще раз, в чем плюс. По цене, в принципе, вот эта вот мотоспитовская, она стоит примерно так же, как и эта. Ну, здесь вы имеете полноразмерную, для кого это важно, да? Вот. Я ее не убираю со счетов. Я к ней буду возвращаться, безусловно. Здесь я покупал отдельно кейкапы. Смотрите, какие. Тоже она сделана, наверное, под ретро. Вот. Мне это нравится. И цвета такие нравятся. И здесь тоже все вот это, вот это. Мы не так часто смотрим на клавиатуру. Ну, я, во всяком случае. Мы смотрим на нее как. Вот мы пришли, ее увидели. Потом руки опустили, начали уже работать. И все. Как бы вот такая вот штука. Вот. В целом, классная клавиатура. Профиль у нее вот такой вот. Для кого это важно. Вот такой вот профиль. Можно сколько угодно плеваться. Говорить какие-то лучше и какие-то хуже. Кто бы спорил, всегда есть что-то лучше, всегда есть что-то хуже. Я доволен. Моя мечта сбылась. Ну, то есть, гештальт клавиатуры без цифрового блока у меня закрыт. Единственное, что теперь мне хочется с черными клавишами. Если когда-нибудь отдельно они будут продавать, я имею в виду, 8bit 2, клавиши, будет круто. К чему я веду, ребята? К тому, что, ну, это не все подарки клавиатурные. Вот такая вот штука. Это клавиши, ребята, которые я могу поставить, кстати, на свою клавиатуру. Ну, и вообще на любую механику. Здесь клавиши. Ну, точнее, клавиши, как еще их назвать-то? Ну, кейкапы, как модно говорят. Смотрите. Здесь несколько, как бриллианты мы их достаем. Знаете, как в ювелирном магазине. Вот так вот. Одна подложка, да, смотрите. Вторая подложка, да. Смотрите, как. Шикарно же. И третья подложка. А там еще и четвертая подложка есть. Сейчас будем рассматривать, как будто это украшение ювелирное. Ну, отчасти так-то оно и есть. Кейкапы эти стоят тоже недешево. Я поэтому был очень удивлен и безмерно благодарен. Потому что я, возможно, на свою нату их перекину какие-то. Смотрите. Вот эта штука, кстати, тут есть. И я ее искал. О, чтобы вытащить кнопочки и вообще все. Все, что можно. Как там она их вытаскивает? Вот так. Раз, аккуратненько, и все. А эту она не вытаскивает. Или я не умею. Я их не вытаскивал никогда. У меня они запаянные, а тут сменные. Ну, блин, рукой так его не подцепишь. Смотрите, что мы имеем. Мы, ну, этот набор... Тут еще что-то лежало, наверное, но его нет. А может, должно было лежать. Я не знаю. Какая-то формочка есть. Этот набор подходит, видите, для разных механик. Разной длины пробелы. Вот уже можно такой сюда поставить запросто. Шаг у них. Такой вот шаг. Разные. Разные, разные. Это какие-то прям дополнительные кнопочки. Так, что тут? Давайте посмотрим. О-о-о-о, прикольно. Ну, то есть, вместо шифтов можно вот всякие... Или энтеров. Что-нибудь заменить там. Вот тут надпись shift. Вот кап. Каплок. Смотрите, какой. Опа, погодите. Давайте-ка. Чтоб вообще было ретро. Слушайте, сейчас. Если я заберу вот этот, этот встанет на его место. Потому что мне... Оп. Сейчас. Берем вот этот капс. Тут он, кстати, не надет. Вот. С этой стороны. Ну-ка. Нет, не влазит. Нет. Нет. Не тот размер. А-а-а, не тот размер. Да, видите. Чуть дальше смещено. Этот чуть ближе смещено. Эх, вот меня вот это расстраивает. У меня на тех кейкапах тоже есть такой же капс. И он тоже не влазит. Потому что под другую раскладочку немного. Это, видимо, для раскладки, где вот такой вот энтер. И тогда клавиши сдвинуты. Раз энтер будет вот такой. Клавиши на тех клавиатурах чуть сдвинуты. И туда войдет вот такой вот кап. Кейкап, говорю. А сюда он не войдет. Обидно. Там у меня клавиатура тоже с длинным узким энтером. Здесь придется оставить вот этот. Так. Вот он этот широкий энтер. Тут опять же куча иконок. Смотрите, как. Какая красота. Ну, это можно воткнуть уж на какие-то клавиши, какие вам захочется. Бросить монетку там. Ну, если вы хотите сделать из нее игровую клавиатуру там для... Ну, там через Red Arch, то, конечно, вы можете забиндить нужные клавиши все, да, там записать их. Потом закинуть тут вот, ну, там какие-нибудь там бросить монету, удалить, там еще что-нибудь на нужные клавиши. Все это переназначить. И у вас будет вот такая красота. Но вообще прикольно. Вообще, я люблю такие штуки. Меня они дико радуют. Очень-очень здорово. О, смотрите, цифровой, цифровой набор клавиш. То есть, реально я могу из той, что у меня есть, сделать по цвету клавиш вот так вот. Тут точно такой же, как и здесь. Они прям один в один. Даже вот. А, тут, смотрите, тут есть отсеки, все как надо. Я думал, там тоже есть. Там нету, тут есть. Шикарный подарок. Я теперь могу сделать две клавиатуры в стиле Nintendo. Ну, я все-таки хочу с черными клавишами. Вот если бы они выпустились черными. Так, ну они ничем не отличаются, ребят. Это такой же набор клавиш, как и здесь. Я думаю, что он пригодится мне в любом случае. Спасибо огромное. Ну, хотя бы, как минимум, как запасные клавиши. Как они выполнены? Давайте посмотрим сейчас. Поближе. Выполнены они. Я вот не пойму, это печать? Это не краска, как будто бы. Опять же, я не вижу, чтобы оно вплавлено было. Хотя, может быть, вплавлено, а потом затекстурировано вот так вот. Есть специалисты прям такие-такие? Потому что обычно, либо это краска, но она слезет. Либо это какая-то термопечать, которая вплавляется. Но обычно, когда прям вплавляется, это сильно видно. А здесь так вот не видать. Напишите в комментариях, как вам кажется, долго ли продержится это покрытие или нет. Ну, не так-то важно, конечно. Но все равно, интересно же. Вот. Это я тоже открываю вместе с вами. Я эти подарки толком не смотрел. Даже не знал, что тут эта штука есть. Хотел оставить первое впечатление, вместе с вами открыть. Вот клавиатуру, конечно же, я сразу открыл. Потому что, ну как это можно вот вообще? Без клавиатуры, эх, красота. Честно говоря, прям очень меня это все радует. Вот. Ну и бриллиант всего этого. Это вот эта вот клавиатурка. В целом, мои впечатления и мысли по клавиатуре. Звук регулируется. Макросы можно включить, можно выключить. Настроить все можно. Один раз придется залезть в программу, настроить. Потом больше ничего сюда лазить не надо. Просто будете включать, выключать кнопкой. Не хотите... Да, если вы подключите по шнуру. Если подключите по шнуру, то даже если у вас здесь положение стоит выключено, она все равно включится и будет работать. Такой момент. По поводу... Прикольно, что здесь есть выключатель. Вообще то. Потому что иногда нужно выключить клавиатуру, чтобы там, я не знаю, протереть и еще что-нибудь. Обычно эти все выключатели находятся сзади, и тебе приходится переворачивать, искать. Здесь же вот он тут. Стилистика. Идеально все выполнено. Надпись Power, вот этот вот металлический блеск, потому что она металлическая. Тоже классно. Мне бы хотелось здесь место для ручки. Прям очень. Потому что места здесь много. Я же не думаю, что там что-то спрятано. Тут же не находится там процессорный какой-то блок. Там, скорее всего, пустота. Можно было бы ее сделать, чтобы ручка туда вот так, хоп, аккуратно ложилась. Это бы было офигитительно. Кстати, я не помню. Может быть, как раз-таки на других версиях там что-то есть. Но, 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 но. Но навряд ли. Вот. Кнопочки вот такие вот они, бедушные. Да, там звездочка, сердечко пиксельное. Вот эти вот. Ну и это кнопочка сети. То, что она есть или ее нет. Вот. В целом клавиатура прикольная. Печатать мне нравится. Если бы у меня была клавиатура там за 25 тысяч, может быть, я тут находил бы какие-то недостатки. Но так как они у меня примерно в одной ценовой категории находятся, что прошлая, моя механика беспроводная, что это, то, опять же, да, по поводу цены, ребята, это беспроводная механика. За такие деньги можно купить проводную механику, ну, там, с другими кнопками, еще чем-то, кому как нравится. Вот. Наверное, и все. Что еще добавить? Здесь нет никаких сквозных отверстий. То есть, если что-то прольете, то оно тут будет в этом, в корыте находиться, так сказать, да. Никуда отсюда снизу не выльется. Например, на мембранке у меня, по-моему, там на Майкрософтской есть сквозные где-то отверстия на случай затопления такого прям сильного. Ну, от этого, как говорится, никто не застрахован. Разбирать пока, как я уже сказал, не буду. В целом, вот так вот рукой схватить ее не получится. Вот так вот, как ту клавиатуру из-за вот этого широкого блока. Это, опять же, почему нет, почему для ручки нет места. Вот. Приходится брать двумя руками. То, что она беспроводная, я считаю, огромный плюс. Еще огромный плюс то, что я давно хотел. Это, чтобы можно было подключаться по Bluetooth, к телефону, к планшету, к различным устройствам. Хочешь по свистку 2.4, хочешь по Bluetooth, хочешь по кабелю. Но, тем не менее, выбор есть, это уже хорошо. Вот. Вот такая вот штука. Не знаю, хотите, порадуйтесь. Хотите, позавидуйте. Хотите, пожалеете. Что хотите, делайте. Я неимоверно счастлив, так сказать. Может быть, мои руки кажутся слишком большими на фоне такой клавиатуры. Из плюсов. Я же уже ее попробовал. Что я хотел вообще? Для чего мне хотелось клавиатуру без цифрового блока? Вот. Тихо. Вот у вас есть мышка, да? Мышка-нарушка. Вот так вот, да? Вот тут вот у вас мышка. И обычно, когда у вас цифровой блок, у вас все смещено влево. То есть, у вас вот мышка, коврик, и вы ставите клавиатуру, вот сидите ровно. Но тогда ваш цифровой блок, он упирается в мышку. И вам приходится ее сдвигать левее, и вы сидите как-то вот так вот. То есть, руки, ну, я утрирую. Оно там, может, не сильно так и заметно. Но, тем не менее, вы сидите вот так наискосок. Потом тянетесь за мышкой. Потому что здесь цифровой блок, а потом только мышка. Когда цифрового блока нет, вы ставите вот так вот. И работаете уже так. Плюсы и минусы. Нет цифрового блока или есть. Я привык к цифровому блоку. У меня рука тянется здесь в воздухе что-то набрать. Нажать Enter на цифровом блоке. Потому что он рядом с мышкой. Я привык. Что-то выбрал. Пык. А я пык в стол. А тут нет ничего. Приходится и тянуться к этому Enter. В принципе, набирать цифры здесь вполне тоже нормально. Зря я сильно переживал. Набирать текст изумительно. Мне нравится. Печатаю я все еще по старинке достаточно много. Набираю каких-то текстов тоже. И поэтому хороший инструмент, когда ты что-то печатаешь. И тебе приятно все это делать. Но ни с чем не сравнится. Такая штука. Долго думал. Этих видео на эту клавиатуру тоже дофигища. Она уже продается больше года. Я больше года про нее говорю. Я хотел ее на старте продаж заполучить. Ну, как обычно. То одно, то другое, то пятое, то десятое. Не ожидал ее в подарок, честно говоря. Я вообще от слова, ну, вообще никак не ожидал. Мне сложно выражать вот эти все вот, как обычно, вот такие вот простые, казалось бы, человеческие чувства и эмоции. Они как-то мне... Мне всегда кажется, что, ну, наверное, я не заслужил такого подарка. Как бы вот это да. Потому что мне обычно никто ничего не дарит. А тут шикарнейший подарок. Причем это мега клавиатурный набор. Ну, вот это вот в комплекте шло. А вот это вот не в комплекте. Это вот все отдельно. А это тоже все, как говорится, просто... О, красотень-то какая. Вот. Ну, не знаю, буду коврик использовать или нет. Скорее всего, буду. Че я кочевряжусь? Буду я, скорее всего, использовать его. Тем более, если что, можно убрать. Если что, можно кинуть. Да. Слушайте, приятнее, приятнее. У меня-то руки просто большие. Мне и так высота нормальная. Вот. Ну, с ковриком, да. Давненько у меня не было ковриков. Тем более мягких. Обычно идут пластиковые, такая, знаете... Пандус такой, пластиковый. А вот прям, чтобы ковриком-ковриком, таким вот мягеньким, давно... У меня нет коврика там для мышки с такой... Помните, модно было лет 20 назад коврики вот такие... Может, они сейчас делаются, я не знаю. У меня вот нет такого на мышке, но на клавиатуре будет. Он еще вот такой, смотрите. Не сломается гибкий. Вот. Расскажите, какими вы клавиатурами пользуетесь. Не то, чтобы я привередничал, да, по поводу там... Хорошая клавиатура, плохая. Ну, нравится. Нравится хорошим инструментом. И работать приятнее, и настроение улучшается. Я знаю, среди моих зрителей есть люди, которые... Относились к механическим клавиатурам как-то скептически. А потом вдруг им оно понравилось. Вот. Ну, я никого не заставляю и не призываю, конечно же, что там всем нужны механические клавиатуры. Кому-то звук не нравится, кому-то еще что-то. Вот. В целом, мне кажется... Ну, опять же, это с моей колокольни. Мне кажется, что она вот в целом... Выглядит, ну, по ощущениям, дороже, чем она стоит. Не сильно, но... Такого качества исполнения... Она же, понимаете, не скрипит ничего. Сказал я, и она заскрипела. Смотрите. Я просто сильный, ребят, простите. Она заскрипела. Сейчас. Не знаю, слышно, нет? Но я так вот ее пытаюсь на разрыв... Вот так вот свернуть ее в дудочку. Ладно, спишем на то, что я, конечно, сильный, но глупый. Так может быть, правда. Почему нет? Ну, ладно. Может быть, какая-то клавиатура за 20 тысяч так не скрипит. Но мне за 20 тысяч я такую точно никогда не куплю. На эту-то я, в принципе, зуб-то точил. Не ожидал. Спасибо за подарок. Ну, это к Новому году. Ну, соответственно, просто все мы живем в разных местах. Пока посылка дойдет. Пока что кого. Вот. Надеюсь, будем Новый год встречать с этой клавиатурой. Вместе с вами что-нибудь будем делать. Переписываться в чатах, да? Не, прям вещь. Нажатия очень приятные. Ругайте меня, говорите, что эти кнопки плохие, что эти свечи, да? То есть, там, самые дешевые или, может, не самые. Ну, то есть, ну, не самые модные, это точно. Ругайте сколько хотите, но мне кажется, вполне неплохо. Вот. Мне так кажется. Это мое личное оценочное осуждение. Все на этом, ребят. Мне уже хочется закончить, чтобы, знаете, сесть и начать писать описание на этой клавиатуре для этого видео. Спасибо вам за внимание. Спасибо всем, кто поддерживает пальцами вверх. Все полезные ссылки в описании. На все вопросы отвечаю на стримах, как обычно. У микрофона был Метатрон. Расскажите, какая у вас клавиатура. Может быть, вы большой специалист. Может быть, вы что-то подскажете мне. Там какие-то лучшие кнопки какие-нибудь там особенные, кейкапы эти. Но они смазаны. Если что, я вот начал вытаскивать, оно там в силиконе. Так что вопрос про то, что смазано нет, этот вопрос отметается. Про шумоизоляцию для меня не критично. Но есть люди, которым прям надо, чтобы вообще там шуршало прям вообще еле слышно. Наверняка это приятно. Но когда-нибудь еще накоплю и куплю. Потому что вряд ли уже кто-то такое счастье-то подарит. Я не ожидал. Не люблю подарки, потому что всегда не знаешь, что там будет. И как-то чувствую всегда, что как будто бы я что-то должен потом человеку. Поэтому, наверное. Но приятно. С годами, может быть, начинаю понимать, что это приятно. Эмоциональный обзор, да? Где технически? А какие там в силиклавиши нажимаются? А сколько можно клавиш нажать одновременно? А сколько там пока буфер не заполнится? А сколько чего? Да, ребят, да так же, как и на всех клавиатурах. Она не стоит 150 тысяч рублей. Здесь нет каких-то супер-пупер штук. Здесь есть удобные макросы. Вы сами их можете прописать. Причем очень длинные. Через софт. Вполне нормальные клавиши. Приятные нажатия. Профиль, опять же, вполне тоже хороший. Дополнительные функции меня устраивают. Единственное, что я бы хотел, но это лично я, навряд ли вы о таком вообще задумывались, любители клавиатур. Если есть, я бы хотел, чтобы здесь были либо просто батарейки, либо если литий, чтобы он был сменный. Например, банка 18650, вот чтобы стояло, да? Сейчас покажу, к примеру, чтобы я мог вот так открыть крышечку, вытащить оттуда банку такой, да, и заменить ее в случае чего. А так, как и на любой клавиатуре, там стоит, скорее всего, где-то литий, литий пакетный, а может и не пакетный, может и баночка. Но в любом случае ее надо разбирать. Сделайте, пожалуйста, отсек для батарейки аккумуляторной вот такого размера 18650 было бы вообще исключительно. Я бы тогда просто, ну, не знал бы я, к чему придраться. Хотя тоже это так себе придирка, конечно. Но все-таки. Вот такая вот история. Спасибо за внимание еще раз. Спасибо за вашу поддержку всех, кто поддерживает канал. с добрыми словами, комментариями, лайками. Подписывайтесь там, куда надо. Бусти и прочие другие ресурсы. Телеграм есть, там всякие фанатские сообщества и все прочее. Я забывал. Это ж надо вначале говорить, я все время забываю. Ну, короче, вы поняли. Все. Всем удачи, всем пока. У микрофона был Метатрон. Субтитры сделал DimaTorzok